У депутатов во вторник был ударный день. Парламентарии вместе с правительством области приступили к обсуждению регионального бюджета на следующий год. Каким он будет, в финансовом плане узнала Яна Хромова. Областной бюджет 2015 обещает быть сложным. Основные его параметры таковы. Доходы ожидаются на уровне 50 миллиардов рублей, плюс 5 миллиардов федеральные деньги. Расходы составят порядка 57 миллиардов. Министерство финансов страны требует, чтобы дефицит регионального бюджета не превысил 5%. Областное правительство рассчитывает уложиться в норматив. Мы сдадим бюджет 31 числа с дефицитом 4,1%. Сейчас уже практически готов бюджет. Это означает, что 1% дефицита стоит 500 миллионов рублей. То есть 2 с небольшим миллиарда рублей. Мы не имеем права делать предельные дефициты, как вот сейчас у нас в этом году 15%. В таких условиях перед депутатами и правительством стоит задача сверхтщательного планирования бюджетных расходов и доходов. Как мы можем оптимизировать и как можем более адресно к этому относиться? Второе – работать с федерацией. Третье – находить собственные источники. То есть создавать базу, чтобы платили прибыль предприятия, чтобы оплатили зарплату, с которой получаем ДФЛ, и все-таки бороться за нашу базу, которую получаем акциз. Самое непопулярное – это сокращение социальных расходов бюджета. Иными словами, потуже затянуть пояса все-таки придется. Поддерживать обещают только адресно, то есть нуждающихся. Например, буквально накануне на рабочей группе депутаты приняли решение все-таки ввести родительскую плату за завтраки для учеников начальной школы. Предварительное решение такое. Стоимость завтрака увеличивается с 35 до 40 рублей. При этом половину суммы платят родители, половину – бюджет. Эта мера не коснется льготников. Вместе с тем депутаты внесли предложение о поддержке промышленности региона и увеличении расходов на здравоохранение. Почти 700 миллионов не хватает на программу развития здравоохранения, что очень печально. И мы внесли поправку свою в данный момент, рекомендацию о том, чтобы эти 700 миллионов были внесены уже при первом чтении бюджета. Например, не предусмотрена такая статья, как капитальный ремонт лечебных учреждений. Там требуется очень немаленькая сумма. Депутаты и правительство сходятся на том, чтобы расставить приоритеты в расходах бюджета. Без этого не обойтись. Нужно будет очень внимательно смотреть на адресно-инвестиционную программу. То есть, конечно же, те объекты, которые уже начаты, они должны быть закончены. Конечно же, в тех программах, в которых область участвует и где есть федеральные средства, они тоже должны быть предусмотрены. В прошлом году мы начали проектирование 18 детских садов. Вот это мы должны закончить. Потому что к 2017 году поставлена задача, чтобы не было детей в очереди, чтобы каждый ребенок был обеспечен местным детским садом. Следующее за этим пойдет строительство школ. Но вот плановый подход к этому, когда мы не скачем с места на место, не хватаемся за все сразу, потому что депутат пообещал, что строительство школы начнется немедленно, вот это неправильно. В числе приоритетов не только строительство детских садов, но и переселение ярославцев из аварийного жилья, а также повышение зарплат бюджетникам. Так или иначе, споров по поводу бюджета впереди еще немало. За полтора месяца депутаты и правительства должны будут все обсудить, чтобы окончательно доработать и принять основной финансовый документ региона.